Мэттью Брайза, Грузия не начинала войну в августе 2008 года. Русские убивали грузин, и был ответ, Грузия он линия, Грузия. Грузия он линия, Грузия. 17 сентября 2019 года, Грузия не начинала войну в августе 2008 года, Грузия реагировала. Об этом заявил бывший американский дипломат Мэттью Брайза в интервью для проекта «Пограничная зона». Он считает, что война началась намного раньше 2008 года. Русские убивали грузин, и был ответ, Россия приготовила почву заранее. Мы все помним паспортизацию Южной Осетии. Я помню, как Россия милитаризовала железнодорожные войска и так далее. Россия приготовилась к тому, чтобы убедить мир, что если вы признали Косово, как независимое государство из-за гуманитарной ситуации или прав человека, мы создаем тот же самый сценарий в Грузии. И будем использовать силу, как вы против Сербии. Это был их план. Говоря о реакции США на российское вторжение в Грузию 2008 года, Брайза отметил, что Вашингтон отреагировал выделением помощи, после чего это стало неудобным фактом, что у президента Путина была такая стратегия. В войне Путин уже хотел вести переговоры между сепаратистами и властями Грузии. Когда мы помогали вести эти переговоры, мы всегда говорили, что это война России против Грузии. Сепаратисты являются гражданами Грузии, и война не идет с ними. Война идет со стороны России, отметил Брайза. Он также затронул тему порта Анакли, отметив, что Россия выступает против строительства этого порта. По его словам, этот порт имеет очень важное значение для всех. Но есть одна страна в мире, у которой договоры о свободной торговле с ЕС и с Китаем. Ничего себе! Это значит, что Грузия может стать центром такой системы в Анакли с поддержкой ЕС. Можно поддерживать новые экономические мосты между Западом и Востоком. Это в интересах каждого грузина. Это будет очень хорошим проектом для каждого. И я знаю без сомнения, что Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, руководители правления консорциума развития Анаклия, примечания редакторов, очень честные бизнесмены. Я их знаю уже 20 лет. Никто не находится на таком высоком уровне честности из всех бизнесменов, кого я знаю, кроме них. Когда я услышал про обвинения против них в отмывании денег, я смеялся. По-моему, кто-то пытается найти что-то против них, возможно, потому, что они создают новое политическое движение, отметил Брайза добавив, что Кремль выступает против проекта. Кремлю очень не нужен этот проект. Они предпочитают монополизировать торговлю и транспорт насколько возможно. Они не хотят, чтобы Грузия стояла на своих ногах. Поэтому и война была, чтобы не пустить Грузию на Запад и не дать развиваться самостоятельно. Это одна стратегия, отметил Брайза. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...